Всем привет! Сегодня мы будем готовить настоящий вкусный домашний творог из коровьего молока. Молоко мы берем у знакомого фермера, либо у соседей. Они у нас держат скотину, то есть держат корову. И я периодически у них покупаю молочком. Молоко в наших местах стоит в районе 50 рублей за литр. Несколько дней назад мы купили молоко. Я его поставила, чтобы оно у меня сквасилось. То есть несколько дней оно стояло в тепле. И вот получилась практически простоквашка. Если посмотреть, я вам сейчас покажу, что из себя на данный момент оно представляет. Вот такие сгустки в нем уже. То есть простокваша настоящая. Мы сейчас приступим. Я вам покажу процесс приготовления домашнего творога. Это очень просто, очень вкусно. Нашу простоквашу из банки мы перелили в кастрюлю нужного нам размера и поставили на газ на небольшой огонь. Нам не нужно, чтобы она у нас закипела. Нам нужно, чтобы у нас все равномерно прогрелось. То есть когда пенка пойдет такая густая, интенсивная, мы будем отключать. Пока же мы при медленном нагреве постоянно перемешиваем. Поднимаем нижние слои кверху, чтобы у нас все равномерно прогревало, чтобы ничего у нас не прилипало. К дну нашей кастрюли. И вот примерно у меня уже стоит минут 5. Если я вот подниму, вам покажу. Вот уже видно белые крупиночки. Это наш будущий творог. А вот это вот светленькая такая консистенция, жидкость. Это сыворотка, которая отделяется. Нам нужно, чтобы творог стал, вот эти крупинки стали твердыми, как бы запаялись. Вот наш будущий творог начинает закипать. Сейчас мы его будем отключать. Кто хочет творог получить более твердым, он может покипятить, но буквально несколько минут. Но я не буду кипятить, я сейчас отключу. Тем временем я приготовила емкость, куда будет сливаться сыворотка. То есть у меня стоит кастрюлька, в ней установлен друшлаг. В друшлаг положила марлю. Сюда сейчас я буду выливать нашу вот эту жидкость. Мы вылили нашу горячую жидкость друшлаг с марлей. Вы видите, что сыворотка у меня интенсивно уходит вниз. Вот она у нас. А творог сам остается здесь. Кто-то подумает, что из 3 литров молока можно получить килограмм творога. Ребят, такого не будет. Вы сами должны понимать, что из 3 литровой банки килограмм творога вы не получите. Для этого нужно как минимум литров 10. Может немножко поменьше, но тем не менее, творог мы сделали сами. Это очень вкусно. И поверьте мне, с магазинами не сравнится. Кто делает свой творог, магазинный уже потом никогда не купит. Вернее, может и купит, но кушать уже вкус, конечно, не тот. Совершенно не тот. Дальше по поводу сыворотки. Нашей сыворотки, которая вот отсаживается она. Многие тоже просто выливают ее скотине. А зачем она нужна? А, они вкусные, что с ней делать? Ребят, на сыворотке очень вкусные получаются блины, оладушки. Также она идет замечательно в качестве, не в качестве, а вместо кваса в окрошку. И сама по себе это очень полезная вещь, который, ну много, скажем так, полезных веществ, которые требуются нашему организму. Ну, показала вам процесс приготовления творога. Вот он получился такой рассыпчатый, конечно. Сейчас, пока он еще, вернее, не рассыпчатый, он постоит. Если нужно вам рассыпчатый творог, вы можете оставить его на всю ночь, у вас все, жидкость полностью уйдет. Мне, я не люблю очень такой сухой творог, поэтому сейчас буквально через полчаса я буду его отжимать и уже буду взвешивать, сколько получилось у нас по выходу. Сейчас мы завесим, сколько у нас получилось. Так, включаем. Ноль. Ставим тарелочку. 435. Обнуляем. И сейчас посмотрим. 392 грамма. 392 грамма получилось у нас на выходе из 3-х литровой банки. Почти 400 грамм творога. Но я уже говорила, что я не люблю очень сухой, очень, вернее, сухой, да, я отжала его, отжала, вернее, не очень сильно. Поэтому, ну, грубо говоря, даже убираем 91 грамм, грубо говоря, и то 300 грамм чистого свежего творога, домашнего, вкусного. Сегодня я вам показала, как легко и быстро сделать вкусный домашний творог. Время приготовления у меня ушло меньше часа для того, чтобы его сделать. И уверяю вас, что такой творог получится даже у новичков, которые ни разу не делали, ни разу не варили в домашних условиях домашний творог. И главное, вот, ну, делать все, что положено, все правильно делать. И он у вас обязательно получится. И уверена, что вот попробовав хоть раз сделанный своими руками домашний вкусный творог, вы уже не захочете покупать магазины, то есть, разница, конечно, очевидна. Ну, на этом я буду прощаться с вами. Сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте дизлайки. Я рада любой критике, приму все ваши замечания, пожелания. Буду рада почитать, может, какие-то советы дадите, может, что-то я делаю не так. Буду рада почитать комментарии, конечно, и до скорой встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok